быть эффективным во время работы и у нас вечная проблема вы знаете даже человеческой это день вечная проблема и вот как бы проблема деньги приносят люди даты приносят клиенты фирму да где их брать эти клиентов неизвестно люди все учатся так сказать там проводить переговоры проводят тренинги там еще и все то есть и как раз я всегда задаю вопросы с кем вы будете проводить эти переговоры нужно сначала нужен человек сидящий прямо перед вами за столом на табурете вот как посадить этого человека на табурете перед собой как раз самая большая проблема потому что был такой фильм когда-то помните который назывался трактир на пятницкой и там был такой следователь интересный очень такой дворянских кровей как бы и когда ему вот этот начальник милиции говорил что мы с вами разделили обязанности уважаемым это ваше дело понимать допрашивать а моего выявлять и задерживать я готов допрашивать только извольте объяснить кого некого допрашивать поэтому вот то же самое здесь не с кем переговоры проводить потому что нету товарища который подходит по определенным параметрам и он не сидит перед вами поэтому мы вынуждены попадать в зависимости от чего от вероятности вероятности выглядит следующим способом мы берем там товарищей какое-то количество и вынуждены там встречаться с десятью с двадцатью с тридцатью для того чтобы получить эти результаты опять же помните да есть понятие диагонального сноса да мы всегда получаем не тут не тот не того товарища которая нам нужен а вот опять же давайте вспомним с вами вот этот интереснейший момент момент связанные с такой вещью которая называется был мультик про собак мушкетеров возьмите лучших из лучших и лучшие из лучших зализывают раны тогда возьмите лучших из худших вот у нас нам всегда достаются лучшие из худших ну вынуждены общаться с лучшими из худших по причине того что других нет извините что это вас освободит от общения лучше с лучшими из худших как бы причина как бы банально как бы просто нужно уметь создавать неизвестные а для этого нужно выяснить надо выучить бренангельскую механику вам для начала вот теперь как выглядит препятствия при заключении издать прежде чем перейти к рассуждению механической части самой сделки как это делается я бы хотел понять о препятствиях везде я бы вам дать некое понятие о препятствиях вообще 12 упражнений раз туда соответствует 12 препятствиям которые возникают на пути человека к решению любой задачи ну давайте не понимаем что истина что ловно препятствия препятствия не можем делать простые препятствия жутко не можем управляться с разговором препятствия не контролируем разговор не управляем понимаем конечного инцидента любят ребят не понимаем вариант ребят не понимаем сценария не можем построить с победами препятствия не можем разобраться с временем временным контентом препятствия препятствия не можем прилагать усилия к устройству системы препятствия препятствия так не бывает препятствия препятствия вот 12 раз труб соответствуют зонам неизвестным или неизвестным великолепным задачам конечно конечно зонам неизвестным здесь еще сектор и это тоже препятствия неспособность осознать конечный. Это уже неизвестные двигательные задачи пошли. Конечный инцидент, да? Еще 12 неизвестных двигательных задач. Итого 24 препятствия при заключении сделки, да? Ни кто не знает, раз труба из сектора, он не может справляться с препятствием при заключении сделки, правильно?